Привет, с вами Надежда Черная и сегодня у нас Лига Мечтателей, Закон Зверя, вторая серия. Я буду рада, если ты подпишешься на мой канал и поставишь лайк этому видео, для меня это очень важно. Что же, давайте не будем тянуть время, поехали. Ты уже знаешь, как меня зовут, да? Книга 1, глава 2, Встречайте Хозяина. Тогда животным легче всего пробраться в дом, куда никого нет. Так, встречайте Хозяина. Так сладко пахнешь, не мог удержаться. Знаешь, ты очень похожа на отца, малышка Алиса. Нет. Алиса обнаружила себя на коверике и моментально почувствовала острую боль, пронзающую каждый позвонок от шеи до поясницы. Отсутствие естественного света в комнате дезориентировало, из-за чего сложно было различить предметы вокруг. Попытка встать превратилась в мучительное испытание, так как все ее суставы стали непослушными и слабыми. Как больно-то. Бессонные ночи вместе с лежанием на холодном полу не прошли даром. Мышцы затекли и ощущения были такие, будто девушка били ногами несколько часов напролет. Вчера все было по-настоящему, не сон. Руки сами потянулись к губам. Алиса снова стала обкусывать еще не зажившую тонкую кожу вокруг ногтей. Смена начиналась в 8 утра. У девушки было 30 минут на то, чтобы привести себя в более-менее божеский вид. Захватить в буфете завтрак и приступить к работе. 30 минут? У меня обычно час где-то на такого уходит. Ага, слушайте, глаз исчез. Алиса силком заставила себя подняться, включила свет и медленно поплелась в ванну, когда услышала звонок телефона. Кто не спит такую рань? Ну так, наверное, угадай. Прид глазами тут же возникло сообщение, написанное следователю. Может это кол? Она согнулась к сумке, нервно начала искать источник шума. Мама? Ладно. Звонила мама. Алиса немного поколебалась, прежде чем ответить. Это было несколько мгновений, говорящих о столь многом. С тех пор, как отец покончил с собой, мама каждый день видела его в любом незнакомце. В продуктовом магазине рядом с молочным отделом, на бешеходном переходе, в вагоне метро. Каждый день это разбивает мне сердце. Преодолев секунду слабость, девушка прижала телефон к уху. Да, алло? Я думала, ты позвонишь мне сразу, когда берешься. Несмотря на недовольные нотки в голосе, она звучала все так же тепло и по роддому. Можно было просто написать хотя бы. Прости, мама. Не хотелось тебя будить, ты обычно рано ложишься. Сильно волновалась? Конечно. Я до конца жизни буду переживать за тебя, малышка Алиса. Алиса резко вздрогнула, вспомнив тяжелое дыхание, подрагивающая рыльца, которая сопровождала это же обращение. Девушка была рада, что мама не могла видеть ее побледневшее лицо. О, сравните просто обстановку здесь и тут. Ужас. Стараясь отличься, она не в попад выпалила. Как бабушка. Вам денег пока хватает, а лекарств? Милая, ты так очень помогаешь с деньгами, нам всего хватает. Я все-таки переведу еще, как только дождусь получки. Спасибо, мы очень гордимся тобой, хоть ты так далеко. Послышал все подавленный вздох. Мам, мы это обсуждали, я нигде не получу таких хороших денег, по крайней мере, пока не наберусь опыта. Конечно, мне лишь немного грустно, что тебе приходится столько делать для нас в одиночку. Я справлюсь, мы справимся. Алиса знала, насколько маме тяжело найти работу спустя год полной апатии, нейролептиков и стабилизаторов настроения. Смерть любимого супруга стерла в порошок ту легкую на подъем женщину с заразительным смехом и стальной выдержкой, которой она когда-то была. В этот тяжелый период очень помогла бабушка Кристен, которая полностью занималась домашним хозяйством, а также водила убитую горем-дочь по больницам, мыла ей голову и следила за своевременным принятием лекарств. Алиса, в свою очередь, бросила университет в последний год учебы и пошла работать. Я всегда справлялась. Как и во вчерашний рабочий день? Не знаю, что ей сказать. Ответить прямо, ответить мягко. Мне кажется, лучше ответить мягко. Иногда родителям лучше не знать всех таких переживаний, потому что они начинают переживать еще больше, да и в основном это ничего хорошего и не переводит. Так, так что давайте второе, надо ведь мягко. Не хочу лишний раз волновать маму. Все правильно. Алиса ответила, обтекаемо, не вдаваясь в излишние подробности. Приемлемо. Выдали униформу, познакомились с напарницей. Работы очень много, так что скучать не придется. Рады, что есть положительные моменты. Надеюсь, ты еще с кем-то подружишься. Я везде найду свои плюсы. Ты же знаешь. Да, милая. Мама, мне надо бежать на смену. Поцелует меня бабушку, хорошо? В телефоне повисла тишина. Мама. Мама. А, да, я. Мне просто кое-что показалось в окне. Казалось, мне показалось. Ну вот, опять. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мама первая нажала отбой. Когда-нибудь ей станет лучше. Я сделаю все, что угодно для этого. Еще больше тяжестью на сердце Алиса стала собираться. Да, грустненько как-то. Она чувствовала себя в конец растоптанной минувшими событиями. Пальцы болезненно саднили, когда девушка натягивала на руки перчатки. Притворюсь, что ничего не было и стану жить дальше. Сейчас мне никак нельзя быть слабой. Противный голос внутри добавил. И тем более сумасшедший. Она сделала глубокий вдох и выдох, за которыми последовала натянутая неискренняя улыбка. Она и сознала, что обманывать себя долго не получится, но она пыталась. Я в порядке. И повторила снова, закрывая за собой дверь. Я в полном порядке. Алиса заметно задержалась из-за телефона разговора и того, что обоим лифтом предпочла длинную лестницу. Блин, у меня так же было, когда я, короче, застряла в лифте. Она была мелкой. Я потом, короче, к подруге на 10 этаж постоянно болезнет ходила. Она боялась даже представить, что кошмарное видение в кабине может повториться. Не могу заставить себя снова оказаться там. Ну, слушайте, если это такие видения, то они могут где угодно быть даже на той же самой лестнице. Она еще может стать какой-нибудь бесконечной. Ну, тоже не очень. Ха-ха-ха. Чтобы не опоздать в первый официальный рабочий день, девушка проскочила мимо дверей буфета, где готовили еду для персонала. В воздухе витал заманчивый аромат кофейных зерен, корицы и поджаристого хлеба. А, кстати, там рука была такая, тенюшка. Я точно пожалею о том, что пропустила завтрак. Весь вчерашний, во-во-во, видите, вот. Весь вчерашний наивный трепетный восторг, который она испытала при виде отеля, и испарился. Теперь внутри лишь стремительно росло отвращение к окружающему интерьеру. Глаза резала от ярких и агрессивных оттенков, алого люстра казались ничеменным, как вторичным, фальшивым лоском, а бесконечный ковер отдавал стариной. События прошлой ночью полностью омрачили все ее пребывание в отеле Синглер, перечеркнув любые положительные эмоции. Страх, опустошающий живой, еще покоился глубоко внутри и заставляет чаще озираться по сторонам. Ну да, за ресепшеном уже стояла Дебби. Недовольным выражением лица, к которому Алиса начала понемногу привыкать, она протирала поверхность стойки сухой тряпкой. Ненавижу, когда Хана остается на ночную смену. Хоть бы крошки за собой убрала, ну что за свинство. И тебе доброе утро. Дебби прошлась по неоценивающим взглядам, останавливаясь на заплаканных глазах. Ты в порядке? Да, у меня бессонница. Пройдет. Напарница покачала голову и раздражена добавила. Наверняка завтрак пропустила. Алиса могла лишь кивнуть, подтверждая этих догадки. Так и знала, как маленькое лицо. Хочешь, чтобы я потом тебя откачивала, когда упадешь в обморок? Да. Спасибо, у меня самой работы полно. Можешь съесть мой сэндвич. Только быстро, чтобы никто не заметил. Тут нельзя с едой. День становился чуточку лучше. Я поставлю тебе памятник на этом острове, клянусь. Обойдусь без почести, пожалуй. Наскоро перекусив, алиса наконец почувствовала себя сытой и посвежевшей. Дебби неожиданно подалась вперед. Тревога. Мадам истерика идет. Мне нравится, какая она ее называет. Они одновременно выпрямились по струнке и повернулись к стойке лицом. Мадам Ришар уже неслась к ним смертоносным вихрем, сжигая взглядом всех и все на своем пути. Откуда у нее столько энергии в 8 утра? У меня иногда тоже вопрос с каким-нибудь взрослым людям, у которых дофига энергии. Вот там, в общественном транспорте или еще где я вижу. У меня энергии с утра ноль. Вообще ноль. Перед тем, как начать тираду, глаза мадам Ришар придирчиво кинули внешний вид девушек. Алиса Катсон. Да, мадам Ришар. Женщина прикосила от отвращения, которое она даже не старалась скрыться. Вы только посмотрите на себя, что с лицом. Я не позволю вам отпугивать гости своим внешним видом. Вы теперь представляете Синклер. Немедленно приведите себя в порядок. Это из заплаканных глаз, что ли? Глаза мадам Ришар буквально сочились смертоносным ядом. Она бросила такой уже презрительный взгляд на притягшую Дэби приказала. Дебора, поделись с ней косметикой или хоть чем-то, что исправит это недоразумение. Да мы вроде нормально выглядим. Даю вам на все пять минут. Даже неумолимо быстро мадам развернулась на каблуках и направилась в сторону ресторана. Вот тогда понимаю, утречка задалась. Если что-то, выглядишь нормально. Такты этой женщине не занимать. Да и по-хорошему надо заново получиться общаться с людьми. На стуле сбоку лежит моя сумка для экстренных случаев. Бери оттуда что нужно. Вообще шикарно, слушайте. Так, для экстренных случаев. Поясняю. Ты не первый и не последний на кого ругается мадам змея из-за внешнего вида. Я тут собрала всю косметику, которую только можно, чтобы перестраховаться. Это гениально. Только прячься, чтобы гости тебя не увидели. Спасибо, Дэби. Ты, как обычно, вручаешь трудную минуту. Главное, чтобы это не вошло в привычку. И почему ты такая добрая со мной? Мне слишком не выгодно, если Ришара будет постоянно сюда наведываться и орать. Так что я для себя же стараюсь. Лиса юркнула под стойку и достала увеситую косметичку. Что там? Ого! Безупречный макияж. Освежающий макияж. Естественный макияж. Так, какой вам нравится? Освежающий. Безупречный. Ну, мне кажется, что ей яркие глазки все-таки не очень. По моему мнению. Тут. Короче, либо бесплатный я выбираю, либо вот все-таки безупречный. Давайте. Ладно. Тратим все, короче. А, прическу бы тоже стоит сменить. Так. Ого. Сирены. Сейчас карусалки. Слушайте, по-моему, у персонала в основном убранные волосы. Не? Слушайте, и каштановые, в принципе, тоже идут. Не вы. Ну, в принципе, слушайте, и бесплановый вариант. Только нормальный. Слушайте, я, наверное, выберу все-таки собранные волосы. Все-таки это логичненько. Вот так вот. Все. Надеюсь, этого достаточно, чтобы задобрить мадам Ришар. Ничего, нужно подержаться. Хотя бы год. На телефон пришло уведомление. Умоляю, поставь беззвучный режим. Да-да, извини, сейчас. Она растерянно посмотрела уведомления на экране. Это было сообщение от Коула. Ты как, в порядке? Я постараюсь как можно быстрее приехать и выяснить все детали. Спасибо, что написала. У девушки не было времени на подробный ответ, поэтому она коротко написала, что в полном порядке и поспешно спрятала мобильник. Все-таки приедет сюда? Удивительно. И лишних вопросов не задал. Вряд ли он сюда едет только из-за моего сообщения. Дэби вовсю печатала на компьютере. Вдруг она пристально уставилась в открытую таблицу перед глазами. Странно, что случилось. Да вот одна гостья сегодня ночью уехала. Даже на охоту не осталось. Это редкость. Считаю, все развлечения пропустят. А кто это? Рида Близзард. Внутри упал тяжелый ком. Рида? Где же не может быть две гости с таким редким именем? Близза не хотела верить в совпадение, но было очевидно, что-то здесь не так. Кажется, это Фриды ничего не посмотрели больше. Если мне не подчудился ее крик за стеной, это не похоже на простое совпадение. Она случайно не на третьем этаже жила? Дэби вновь вбросила взгляд на экран. Да, а что? Странно, это очень-очень странно. Я, кажется, видела эту гостю вчера в районе полуночи. По крайней мере, она представилась как Фрида. Она ехала с чемоданами? Тому дело, что нет. Я бы в жизни не подумала, что Фрида собирается уезжать. Их диалог прервала вновь подошедшая мадам Ришар. Что-то обсуждаете? Свободного времени полно. Мадам Ришар, вы знали, что сегодня от нас съехала гостья прямо перед охотой? Мадам в свойственной манере поджала губы, холодно ответила. Конечно, знаю Дебора. Она отчаялась с паромом, который прибыл вчера вечером. Слушайте, ну врет же, врет. Потому что мы ее в полночи видели. Ну и понятное дело, что... Ну... Ну, вы поняли. Паром? Паром? Но все о том, что корабль уже не в бухте, затянуло болезненный узел в животе. Девушке хотелось, чтобы он долго стоял там, готовый к экстренному отчаливанию. Так было бы намного спокойнее. А вы вместо того, чтобы сплетничать, работайте усерднее. Неужели мне действительно послышался этот крик? Я бы очень хотела в это поверить. За воспоминанием о вчерашнем надрывном крике перед глазами сам по себе возник образ темной коморки, в которой новенькой предстояло провести как минимум год. Надо попытаться выпросить себе переезд. Еще одну ночь там я точно не переживу. Только не после вчерашнего. Сегодня ночью дежурите вы. Алиса Дебора вас сменят утром. Прекрасно. Завтра у вас объех полный выходной, а теперь по выходу завтраков. Дождавшись, пока начальница договорит очередные распоряжения и претензии по поводу их с Дебби работы, Алиса подала голос. Мадам Решар, простите, я могу переехать в другую комнату? Вас что-то не устраивает? Да, звуки, а кое-что слышала ночью. Мне кажется, это были трубы. Да, рядом с вашей комнатой проходит почти вся система водоснабширения отеля вместе с трубопроводными узлами. Слабо верится. Хотя, если я правда слышала их, то это значительно упрощает жизнь. В нашем месте Алиса я бы осталась довольной тем, что так великодушно предоставляют отель. Да в смысле, там обшарпанные стены, вообще ужас какой-то. Её и без того противный голос залетел до безгливых тонов. Как вы умудряетесь что-то требовать от меня? Может вам предоставить люкс, королевский номер или целый этаж выделить? В этот момент за ней незаметно выросла фигура Адама Синклера. Выручай нас, пожалуйста. Было непривычно видеть мужчину здесь под ослепительно яркими лампами в таком громадном и броском пространстве парадного холла. Будто Адаму подходил лишь его мрачный номер с колышащимися тенями и отблосками горящего камина. Деппи тоже увидела его, но виду не подала. Предупредить, мадам? Не предупреждать? Как хочется не предупреждать. Мила, давайте не мой предупреждать. Пускай сама выкручивается. Сара настигает каждого. Хоть кто-то научит её минимальному уважению к другим. Закончить тираду женщина не успела, так как прямо позади неё донёсся голос Адама. И с каких пор в нашем отеле принято кричать на подчинённых? Я рада, что выбрал это. Мадам Ришар содрогнулась, словно её удалил внезапно нервный тик и тут же спохотившись выдавила из себя водопострастную улыбку. Мистер Синклер, я ожидала вас здесь увидеть в такую час. Прошу прощения за неподобающий дон. Вот это она натянулась. Вы своими высокочастотными интонациями привлекаете внимание гостей. Недалеко не в том смысле, в котором хотелось бы. Куда заселили нового администратора? Алиса и Дэви переглянулись. На лицах обоих читалось полное недоумение. Услышал всё-таки? Мадам заметно занервничала и с огромной нехотой ответила. В бывшую подсобку на четвёртом этаже. Слушайте, вот это она крыса просто, вот серьёзно. В бывшую подсобку на четвёртом этаже. Там всё оборудовано с удобством, мистер Синклер. Мы давно хотели использовать эту комнату для персонала. Бывшую подсобку в ту коробку без окон. Превосходное решение, браво. Мадам Ришара, вы уже прекрасно знаете, что в том крыле у нас полно свободных номеров. Которые намного лучше, чем данная комната. И мы спокойно можем позволить себе заселить туда персонал, как всегда это делаем. Если вы не хотите, чтобы наши молодые сотрудники сбежали с первым же паромом, обеспечьте им комфортные условия жизни. Реально просто. Я таких людей вообще даже не хочу понимать. Потому что они сами же услоняют жизнь и питаются, короче, только страданиями. Вам за это платят. Женщина под тяжёлым взглядом с Синклером младшего становилась всё меньше и меньше. Постепенно тая на глазах. Адам, сам того не подозревая, медленно растаптывал её чувство собственного достоинства. Теперь понятно, почему она его недолюбливает. Мадам не просто отчитывали за промах, но делали это перед её же подчинёнными. Адам, завершив короткий, но в меру суровый выговор, вернулся к ресепшену. Добор, у вас нет претензий по поводу проживания? Нет, мне дали стандартный номер, как у всех. Я вообще не была в курсе, что кого-то могли заселить в комарку. Очередной курс уроду мадам Ришарс сделала её ещё более бледной. Вы сможете какое-то время подежурить одна? Конечно, мистер Синклер, большая часть гостей спит. Благодарю вас. Адам кивнул новенькой. Тогда Алиса пока переедет в один из свободных номеров и сразу вернётся к своим обязанностям. У девушки не было слов. Вся эта сцена казалась какой-то карикатурной и в то же время правильной. В конце концов, он заботился о сотрудниках, благодаря которым отель вообще функционировал. Вчерашний образ надменного и совершенно безразличного ко всему Адама естественным образом пошатнулся. Богатый и привилегированный принц теперь предстал в амплуа строгого, но справедливого руководителя, который может постоять за своих людей. Первое впечатление обманчиво. Спасибо, мистер Синклер. Не за что, а в следующий раз не стесняйтесь сразу высказывать претензии. Обращаться можно не только к мадам Ришар, но и ко мне. Можно и нужно, это касается и вас, Дебора. Адам обратился к молчаливой мадам Ришар. Будьте так добры, покажите новенькой комнаты, пожалуйста. А чуть позже мы вернемся к этому разговору. Конечно, мистер Синклер. Мадам вновь изобразила слабое подобие улыбки, но когда Адам отвернулся, обожигла девушку пронзительным, наполненным ненавистью взглядом. Хорошо за мной, мисс Кацан. Алиса почувствовала, как Деби наклонилась к ней вплотную и шепнул на ухо. Ты только посмотри на нее. Есть все-таки справедливость в мире. Папинкин сынок, круто. Алиса неуверенно кивнула и поплелась за начальницей. С одной стороны, девушку бесконечно радовало то, что она может больше не спать страшно за худалой комарки. С другой стороны, тот факт, что за ее претензии отчитали Бадаври Шар, не предвещал ничего хорошего. Так же, она должна меня сейчас ненавидеть. Мне кажется, она по дефолту, по стандарту просто ненавидела ее. В самом начале я задала такую комарку, так что, ну... Во время их недолгого пути, мадам Ришар не проронила ни слова. Они поднялись на грузовом лифте, где Алиса старалась не думать о том, что тот любой момент застрянет. У нее не было желания припираться насчет того, как именно они доберутся на нужный этаж. Хорошо, что это не гостевой. Молча и грюмый мадам Ришар показала девушке три свободных номера. Так, что такое? Очень уютно. В подобных комнатах живет весь персонал. И в чем была проблема изначально заселить меня сюда? Она не сдала этот вопрос, чтобы еще больше не рассердить начальницу. Ух ты ж... Да-да, люкс. Или какой-то там улучшенный. Здесь я точно смогу прожить год с комфортом. И такая лутка. Меня же не возьму дополнительную плату за такие излишества. Хм... Нет, я живу в подобном номере. Но уборку будете проводить самостоятельно. Ух ты ж... Да-да, вот уже тогда люкс. Неужели персоналу разрешено жить в таких номерах? Раз мистер Синклер приказал мне показать лучшие комнаты, я показываю лучшие. Мне же за это платят. Олеса никак не прокомментировала, вы под начальницей. Тогда я бы заселила... Ну... Конечно, влюкс лучше. Давайте. Мадам Ришард передала девушке ключ от нового жилища и удалилась. Все-таки забавно, что здесь откроется. Отказались от карточек вместо ключей. Может в этом и есть изюминка отеля. Лиса довольно быстро перенесла вещи. Она распахнула несколько окон и наконец сделала вдох полной грудью. Тут хотя бы есть чем дышать. Свежий воздух принес с собой чистоту и ясность мыслей. Теперь я готова начать этот день. Ой, смотрите, тут какая-то зловещая картинка. Хе-хе-хе. Лиса вернулась на ресепшн, где ушла целиком в рутино. Общий телефон звонил не прекращая. Девушка не успевала запоминать имена, которые к ней обращались и периодически путалась в бурчине. Это были горничные официанты и гости, которые только проснулись и сиюминутно требовали в номер свой утренний бокал просека и клубнику со сливками. Где-то плохо открывались окна, не работала техника, запаздывал завтрак в постель. Спасибо за информацию. Немедленно вызову рабочих и мы починим кран в ванной. Напомните, пожалуйста, в каком номере вы расположились. Простите, мисс Олпа. Мы сейчас же доставим вам завтрак на двоих. Не беспокойтесь. Да, всю секунду. Спасибо, Мария. Я закажу дополнительное полотенце в номер. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вопросы от гостей, пожалуйста, сообщите мне. Отель потихоньку пробуждался ото сна. Неспешно спускались постояльцы, которые соизволили самостоятельно добраться до ресторана. В коридорах можно было услышать шуршание шагов, негромкие ленивые разговоры, смех и хлопание открываемых дверей. Уже за пару часов интенсивной работы Алиса успела по-настоящему устать. Конечно, не с привычки, короче. Она еще больше зауважала Дэби, которая, помимо всего, успевала лично общаться с некоторыми гостями, сохраняя при этом самый приветливый вид. И как она только все запоминает. Не стоит все время улыбаться. Ну, слушайте, давайте, может, похвалим ее запоминание. Как она только все запоминает. Новенькую поражало, насколько Дэби легко узнает гостей по голосам, запоминает конкретных работников, которым отдают поручения и даже не пользуется заметками на телефоне, чтобы записать, в каком номере произошла очередная неприладка. Какая-то кажется мне невозможным. Алиса понимала, что для освоения новых умений ей понадобится какое-то время. И тем не менее, так хочется, чтобы все получалось с первого раза. К стоке ресепшена подошла официантка и передала Дэби поднос, тщательно упакованный в коробочке едой. Занесешь завтрак в 405-й? Я не закончил со счетами. Бухгалтер меня убьет, если я все не отправлю до обеда. Без проблем. А почему официанты не могут отнести, как обычно? Ого, так вопросил. Кто там еще хочет нас лично видеть? Я не пойму. И запаковать так тоже. Он почему-то не в восторге от обычной сервировки еды. Ну ладно, как его зовут-то? Найл Такер. Он странный, но хотя бы не противный. Не очередной фрик. Торщит все время на номере и никуда не выходит. Мы ему по очереди носим книги, еду и одежду чистки. А как же уборка номера? Все сам, представляешь, что запрещают горничным заходить и прибираться. Хотя знаешь, что он меня хотя бы не раздражает. Пусть сидит себе в норе. Вдруг это какой-нибудь гениальный писатель или вроде того. Когда-нибудь я перестану удивляться местным причудам. Но не сегодня. Так-то да. Девушка грациозно подхватила под нос и направилась наверх. Он 405. К удивлению, номер мистера Такера находился практически напротив ее новой комнаты. Ого! Вот это совпадение. Она громко постучалась. С противоположной стороны послышались тяжелые шаги. Точно человек за дверью с трудом находил в себе силы приставлять ноги. Мистер Такер, я принесла вам завтрак. Я не узнаю ваш голос. Кто вы? Голос гостя звучал нервно и напряженно. Он произносил слова слишком быстро и не вполне разборчиво, так что девушке пришлось напрячь слух. Судя по интонации, это был молодой мужчина, возможно даже одного с ней возраста. Я новый администратор отеля, меня зовут Алиса. Ответом ей служила тишина. Прошу прощения, мистер Такер, с этим есть какая-то проблема? Мне позвать другого человека? Гость не отвечал, и Алиса начала понемногу нервничать. Мистер Такер? Подождите, я думаю. Прекрасно. Мне что-нибудь спросить? Может вы хотите еще книг и номер? Ну, давайте, ладно, может спросим. Девушка смутилась, предложение вырвалось само по себе, чтобы скрасить неловкую паузу затянувшуюся между ними. Я слышала от напарницы, что вам их периодически приносят. А вы можете? Алиса невольно поразилась, такой резкий сменит она. Голос гостя звучал по-настоящему заинтересованно и оживленно. Знаете, я бы продал душу за любой из романов Дон и Тарт. Сейчас у меня полно времени, чтобы их наконец прочитать. Я уточню напарницы, есть ли у нас что-то. Спасибо, а вы, вероятно, считаете меня странным или даже ненормальным. С чего это он так разоткровенничался? Только за книг. Хотя весьма спорный вопрос, кто из нас двоих по-настоящему ненормальный. Я просто устала от людей. Они громкие, глупые, жестокие, их слишком много. Хочу побыть в одиночестве какое-то время. И вы имеете на это полное право. Не беспокойтесь. Вы находите подход к самым сложным постояльцам. Нейл Такер прочистил горло и наконец решил что-то делать с едой. Оставьте поднос на полу. Давайте я все-таки занесу еду внутрь. Это же не очень гигиенично. Нет. Я настаиваю. Ну давайте мы посмотрим что-то. Я настаивал мистер Такер. Лиса не хотела сдаваться. Это было не характере девушки. Как ни крути, именно ей могло впоследствии достаться за неподобающий сервис. Вы можете закрыться в спальне, а я быстро поставлю поднос на стол и уйду. Ключ к двери два раза повернулся. Значит все-таки послушал. Девушка машинально нажала на ручку, сочтя что мистер Такер уже отошел на комфортное ему расстояние. Дверь с легкостью поддалась. Однако она ошиблась. Дайл никуда не ушел и стоял в нескольких шагах от порога. Опа. Чернота царившая в номере практически полностью прятала его в цепких объятиях. И только ледисты голубые глаза, прозрающие холодом, угрожаю и сияли в этом мраке. Алиса, неожидавшая столкнуться с загадочным гостем, опешил за стол на месте. Опа. Там вроде не такой как-то. Необычный. Обычный. Найл Такер не проронив ни слова, молча выхватил поднос из рук остолбеневшие девушки и захлопнул дверь. Единственное что она успела разглядеть это длинные бледные руки и тон с тонкими пальцами, которые едва соприкоснулись с ее ладонями. До нее донеслись звуки, поворачивающиеся ключа, затем удаляющие шаги. Не спасибо, не до свидания, опять тишина. Что это было? Он специально остался стоять или я слишком рано зашла. Судя по реакции гостя, напрашивался второй вариант. Я даже толком не разглядела его. Найл теперь знает, как вы выглядите. Я надеюсь, это не в плохую сторону играет. Улица покинула странного гостя, теряясь в догадках и спутанных мыслях. У каждого свое в голове. На рабочее место девушка вернулась в смешанных чувствах. Она одновременно ощутила неприязнь и тревогу и беспомощность. Это была не самая лучшая палитра. Улица хотела поделиться с Дебби своими наблюдениями, но парадная дверь распахнулась, и она увидела Коула с собственной персоной. Мужчина разительно отличался от всех окружающих его людей. Тут опять тени, смотрите сзади. Он не был таким нервным и чрезмерно энергичным, как работники отеля, но не ходил с той напыщенной гордостью, которую любили показать гости. Коула неспешно подошел до ресепшена прогулочным шагом и, не прекращая широко улыбаться, хлопнул по звонку, как будто администраторы не стояли буквально перед ним. Доброе утро, дамы. Доброе утро, прошу прощения, а где ваш багаж? Следатель внимательно посмотрел на свой попутчик с парома. Ему в глазах читалось едва уловимое беспокойство. Он, наверное, пытается понять, напугана ли я. Девушка не знала, какой подать знак, что все хорошо, поэтому мельком улыбнулась на этот раз правда искренне. Коул кивнул, давая понять, что уловил сигнал. Этот безмолвный диалог продлился несколько секунд, но принес облегчение обоим. Я не гость, а следователь. Что вам понадобилось в отеле Синклер, мистер следователь? Мне нужно познакомиться с хозяином данного заведения. Могу? Показать документы или кофе угостить. Хотите? Он поднял над стойкой уже знакомый тяжелый тормоз. Самый свежий. Документы покажите мистеру Синглеру, я все равно не разбираюсь в этом. И от кофе я, пожалуй, откажусь, мистер следователь. Обещаю, он не отравлен. А жаль, я уже понадеялась. Я бы хотел, чтобы до владельца меня проводила ваша напарница. Уверен, у вас тут легко заплутать. Так это был кофейный подкуп. Только если Алиса сама захочет. Но, предупреждаю, во-первых, вы пойдете к Адаму Синглеру. Но мне нужен только Адам. И если он разрешит, то уже потом направит к отцу. Во-вторых, Алиса, я засчитаю это время за твой перерыв. Так что подумай еще раз, хочешь ли ты его тратить. Эй, в смысле? В глубине души девушки не хотелось лишаться драгоценного времени отдыха. Но она твердо решила разобраться хоть в чем-то, что видела и слышала в отеле. Коул мог ей помочь. Если есть хоть малейший шанс понять, схожу ли я с ума или здесь что-то действительно происходит, я им воспользуюсь. А оба эти предложения меня не особо радуют. Я пойду, только можешь не говорить ничего, мадам Ришар. Если что, я ушла на перерыв. Дебби перевела подозрительный взгляд с Коулу в напарницу. Ну, хорошо. Тогда вы поднимаетесь, я позвоню мистеру Синглеру и предупрежу, что вы к нему зайдете. Когда они отошли на достаточное расстояние от стойки, Алиса повернулась к следователю и негромко спросила. А ты приехал, потому что я написала про крик? Мне бы хотелось так ответить, звучит весьма по-рыцарски. Но на самом деле это запланированный приезд, мне нужна дополнительная информация о смерти судьи. Для отчетов, забыла? Точно, теперь чувствую себя глупо, вряд ли бы он так засуетился и на какой-то незнакомке. Да, я совсем забыла. Будешь допрашивать мистера Синглера? Посмотрим, как он будет себя вести. Только пойдем по лестнице, ладно? Не хочется беспокоить гостей. Без проблем, ты главное. Подождите, он на пятом этаже живет. Понятно, проверяет его, короче. Поскольку стуга дверь номера остался без ответа, колл осторожно попробовал открыть ее. Уже знакомый номер 513, к их удивлению, оказался не заперт. Но самого хозяина не было на месте. Алиса почувствовала себя не своей тарелки от того, что они вот так вторглись в чужое пространство без разрешения. Коула, напротив, ничего не смущало. Он сразу начал разгуливать по комнате, то и дело останавливаясь в разных углах. Хозяйничает. Ха-ха. Его глаза подолгу задерживались на личных вещах Адама. И в пепельницах, устаревших музыкальных пластинках, многочисленных книгах. У нас стояли Ютили Шекспир, Гомер, Сарт и Гесса. Не разглядела вчера все это при свете дня, тут намного уютнее. Даже декоративные торшеры не остались без пристального внимания следователя. Алиса встала рядом с диваном и стала наблюдать за действиями Коула. А их не поругать, что они вот так вот зашли? Он что, спрятанные ножи в них пытается найти скрытые камеры? Коу Майерс не был похож на типичных копов из фильмов вечных, пьющих, с неизлечимыми детскими травмами, прокуренными голосами и естественно разбитыми сердцами. Он являлся точной противоположностью того угрюмого, мрачного или хоть сколько-то агрессивного образа, который так активно транслировали в кино. Если бы Алиса столкнулась с ним на улице, то не подумала бы, что он работает в сфере уголовных преступлений. Хочу ли я узнать что-нибудь про него? Ты всегда мечтал стать следователем? Задай глупый вопрос. Это увлечение дружбы, романтики. Романтика, наверное, стоит больше. Ладно, давайте, может задать глупый вопрос. Вот так вот. Ну, удиви меня. Ты пьёшь? Чего? Мужчина громко хохотнул. Он ждал чего угодно, но это в планах споить меня. Мне это интересно стало. Знаешь, в фильмах все полицейские много пьют. Если это был намек на то, что я сегодня плохо выгляжу, то спасибо, конечно. Да нет же. Ну, отвечая на твой вопрос, нет, не пью ничего крепче экспрессо. Эспрессо? Уже год, наверное. И туда отличился. Ты точно полицейский? Я следователь, а это всё меняет. Наверное. Пол удивлён, что вас не интересуют такие мелочи про него. Дверь со скрипом открылась и на пороге оказался Адам. Он сразу указал гостям на диван, а сам сел в кресло напротив, степенно закинув ногу на ногу. Добрый день, меня зовут Коул Майерс. Спасибо, что приняли нас. Дебора предупредила о вашем визите. От девушки не ускользнул надменный взгляд, который младший Синклер бросил на следователя. Адам повернулся к ней и тактично уточнил. Алиса, вы не оставите нас? Думаю, мистер Майерс способен самостоятельно найти дорогу обратно. А я так хотела послушать, о чем они говорят. Я тоже. Пол наконец подал голос с одним властным движением в руке, останавливая уже поднявшуюся с места девушку. Она останется. Алиса в полном недоумении села обратно. Но зачем? Она вопросительно загнул бровь и поджал губы, чего на остром подбородке образовалась небольшая ямочка. Типа как свидетель, я не знаю. Какое забавное выражение лица. Никогда бы не подумала, что его так легко вывести на подобные эмоции. Что? Какую статью можно узнать мистер Майерс? Поскольку я обделен напарником, то хочу, чтобы Алиса помогла в выяснении некоторых моментов расследования. Ой, ну тоже как-то подозрительно. Можно подумать, что она, знаете, как засланный казачок, как шпион, короче, в отеле. Последование. Речь шла о выяснении подробностей смерти судьи. Маленьких подробностей. Она мне подозрений, потому что первый раз прибыла на остров вместе со мной, а также имеет весьма занятную должность в вашем отеле, который открывает множество дверей. В буквальном смысле. Чего не понимаю. С самого начала хотел просто использовать меня как собственную щейку. Он мог заранее узнать о пассажирах на пароме или пробить новых сотрудников отеля. Неужели придется играть по его правилам? Не дождется мне самой это выгодно. Ну, слушайте, мне, по крайней мере, самой интересно это. Ну, то есть, мне кажется, это, как минимум, интересно. Давайте, мне самой это выгодно. Девушка пыталась найти пользу для себя даже в самой беспросветной ситуации. Пока кол считает, что все контролирует сам, я с его помощью попытаюсь понять, правда ли здесь пропал человек. И заодно был ли тут папа. А мне нельзя было сразу сказать. Нельзя, так не интересно. Подождите, расследование, я не ослышался. Пол хитро осклабился и развернулся. Пол хитро осклабился и развернул в руках удостоверение. Да, Адам Синклер. Расследование. Я считаю, что в вашем уютном гнездышке убили человека. Господи. Алиса нескрываемой тревогой посмотрела на Адама, но не нашла на его лице видимых признаков удивления. Либо он был превосходным актером, либо девушка не могла вам подумать, какова была реальная причина такого ледяного воспользования. Я бы поосторожнее разбрасывался подобными словами. Пол был ошарашен железной выдержкой, которую выказал собеседник. Он удовлетворенно хмыкнул и захлопнул документ, на который Адам в итоге даже не посмотрел. Ты не сильно удивлен, не так ли? Не совсем так мистер Майерс. Зови меня кол и можно на ты, так будет удобнее. Он подмигнул девушке, всем своим видом говоря. Посмотрим как справится этот высокомерный индюк. Между бровями Адама залегла одна ничайшая чуть заметная морщинка. Он снова поджал губы в ребяческом шесте. Они просто играют друг у друга на нервах. Это довольно глупо, я не терплю фамильярности. Думаю это не фамильярность, а вынужденная мера. Дружески беседовать мы будем много. Однако Адам намеренно проигнорировал это предложение. Итак, вы полагаете, что в отеле произошло убийство? Я так понимаю, речь о недавней смерти господина Флеверолла. Флеверолла. Есть доказательства зацепки, что-то, что подтвердит эти голословные утверждения? Есть. Этим делом я заинтересовался не сразу, а только когда его отложили как не стоящее внимание. Донос. Но Донос нашел очень интересно анонимный донос. Одна птичка нашептала информацию, что смерть судьи была уж очень подозрительной. Ни с того ни с сего нашелся документ, подтверждающий желание умершего похоронить его на острове. Да и пороков сердца у старика не было. Я единственный, кто воспринял этот донос серьезно и прибыл прямиком сюда. Пол неотрывно смотрел на сына владельца отеля. Почему он так пристально смотрит? Как дела, птичка? Подождите. Это был донос мистера Синклера? Девушка безостановочно переводила встревоженный взгляд с одного мужчины на другого. Ему кажется тут лишнее. Он чуть расслабил галстук и медленно точно еще сомневался кивнул. Да, это я написал. Но я скорее не верил, что сюда прибудет группа профессионалов. А не вы. Он встрепенулся и его кудри хаотично разметались в разные стороны. Меня вполне достаточно. Пусть вы хотите сказать, что на мое анонимное сообщение прислали одного единственного детектива, который принял гениальное решение привлечь к делу администратора, что работает меньше суток? А потом самым беспардонным образом выложил все карты на стол перед этой девчонкой. Девчонкой? Я ношу извинения за свою грубость Алиса. Он продолжил снова обращаясь к следователю. И вы конечно хотите, чтобы меня все устраивало. Как вообще вычислили меня? Писать не с личной почты это конечно гениально. Но у нас есть возможность определить с какого устройства было отправлено сообщение. С твоего? Кол, начинающий закипать, громко хлопнул ладони по столу. Я... А приехал я один, потому что улик недостаточно для того, чтобы прислать опергруппу. Да и репутация у вашего отеля безупречная. Не надо бить мой дорогой стол. Он из Италии. Кол уже слишком завелся, чтобы как-либо реагировать на новые выпады. Мои коллеги посчитали, что донос написал один из ваших конкурентов. И не подняли дело. Можешь не беспокоиться, я фактически датский шерлок. Только наполовину американец. Я думал ваш потолок это доктор Вадсон. Хе-хе. Может мне выйти? Я тоже об этом подумала, да. Кол, а ты не хочешь спросить, имею ли я желание в этом участвовать? Следователь, который уже чуть не огнем дышал в сторону Синклера, мгновенно остыл. Без обид, но у тебя особо нет выбора. Господин Синклер, поможет мне, не правда ли? Мне очень жаль, Алиса, но благодаря мистеру Майерсу вы обладаете бесценной кондифициальной информацией. Я хочу убедиться, что нашим гостям ничего не угрожает в стенах отеля, понимаете? Это важно для всех нас. Либо вы сотрудничаете, либо... Умоление, да? Он взял паузу, и Алиса замерла в ожидании окончания фразы. Либо придется искать нового администратора. Таково мое окончательное решение. Но фактически у нас выборота и нет. Вот в чем-то мужчины сошлись и не спорили друг с другом. Это что, сон? Буду мне без этого не хватает собственных проблем. Какое еще расследование? Ну, серьезно? Она осеклась, боясь порицания со стороны начальства, но его не последовало. Абсолютно. Самое мерзкое было то, что Адам прекрасно знал. Она согласится. Я угодила в капкан. А так вот. Она преподняла последнюю попытку выкарабкаться. Но я-то не следователь и абсолютно не знаю, чем могу помочь. Тебе ничего не нужно делать, это же моя работа. Слушай гостей. Будь всегда настороже. Настороже. Если мне понадобится какая-то информация, я сам тебе скажу. Или я. Алиса нервно дернула руки от лица, чтобы не начать опусывать заусенцы при посторонних. Ей не нравилось то положение дел, в котором она по воле судьбы оказалась. Алиса, тебе есть чем с нами поделиться? Вчера ночью мне показалось, что за стеной кто-то кричал. И не просто кто-то. Это была гостья, которая отплыла сегодня ночью. Как ты знал ее голос? Мы пересеклись до этого в лифте. Она что, выселилась до охоты? Кто это? Рида Близзард. Следователь тут же потянулся за телефоном и начал что-то быстро печатать. Я могу попробовать узнать, добралась ли она до материка. Там рядом с портом живет один мой знакомый. Срочно опишите мне, как она выглядит. Алиса, которую частично дополняла Адам, как можно подробнее описали внешность гостей. Пол может узнать важную информацию. Алиса смогла перескать информацию Дебби о судье, который в вечер перед убийством не выходил из номера. Пол и Адам внимательно слушали ее, не перебивая. Не понимаю, почему этого нет в отчете, который я читал. Все любопытнее и любопытнее. От волнения укол подскочил на месте и стал расхаживать взад-беред по комнате, активно шестикулируя руками. Вот у нас и три образовалась, так скажем. Понятное дело, расследование буду вести я, но с помощью вас обоих можно узнать много деталей. Так что в целом вы оба не так уж и бесполезны. Ну спасибо, спасибо. Я управляюсь этим отелем и по определению не могу быть бесполезным. Девушке показалось, что еще немного укол начнет хлестать. Восторг от восторга. Адам наоборот сидел неподвижно, словно статуя. Он то и дело залезал рукой в карман, где, по всей видимости, лежала пачка сигарет, но каждый раз отдергивал себя. Не хочет курить при посторонних. Можно хотя бы из вежливости изобразить, что вы не радуетесь смерти человека. Спасибо. Брось, это же слишком интересно. Слова смерти и интересно априори не могут стоять в одно смысловом ряду. Да хватит придираться к каждой мелочи. Франкенштейн. В смысле, как он его назвал? Внезапно для всех в этой комнате Адам рассмеялся. Это было очень тихо и коротко, но Алиса поймала себя на мысли, что первый раз видит, как начальник искренне улыбается. Давно никто так напрямую не комментировал мою внешность. Кол оценив положительную реакцию, со стороны заметно расслабился. Здоровая самоирония – это плюс. Пока единственный у тебя, но плюс. Я отказываюсь от комментирования. Сегодня неловкий, но при забавном инциденте мгновение сбавило напряжение, возившее между тремя жертвами обстоятельств. Вернее сказать следователем, управляющим отелем и жертвой обстоятельств. Если это не слишком личное, можно узнать, откуда у такого аристократа появился шрам. Выглядит как интригующая байка. Это не какая-то тайна, но, думаю, не стоит такое обсуждать при даме. Холл присвистнул. Думаю, дама переживет. Если хорошо… Если хорошенько подумать. Чего я хочу? Да, конечно, мы хотим послушать полную историю. Давайте. Во всех красках, катсценах и прочее. В смысле, если можно, если вы готовы. Нам заметно помрачнел на глазах. На первый взгляд ему было чуждо, чрезмерное проявление эмоций, однако здесь никакая маска не помогала. Кажется, он ведет переговоры с самим собой. Наконец, мужчина сложил руки в плотный замок и начал неторопливо говорить. Он не смотрел ни на колу, ни на подчиненную, лишь на собственные степленные ладони. Учтите, я не потерплю никаких сочувственных комментариев в свою сторону. И этим я делюсь исключительно из соображений вашей безопасности. В смысле, не в моих интересах, просто так делиться личной информацией с незнакомцами. Я не буду вдаваться в подробности. Конечно. Да, мистер Синклер. Все детство я проводил в экстернатах, а на Гейвер приезжал только в период каникул и праздников. Делать ребенку тут особо нечего, поэтому я подолгу ходил по окрестностям, изучая все, читал книги. Отец был не против, ему было сложно пристроить здесь 13-летнего меня. Но однажды я засиделся на берегу и опомнился довольно поздно. Пришлось возвращаться уже в темноте через лес. Тогда... Тогда все и случилось. У вас есть возможность прожить этот момент о лице Адама. Я бежал вперед, спотыкаясь и совершенно не разбирая дороги. Вдалеке уже проглядывался охотничий домик, где мне хотелось найти укрытие. Было сложно ориентироваться в пространстве, потому что один газ у меня горел жгучим пламенем, а второй был застлан перед их слез. Как больно. Так, а что случилось-то? Кто-нибудь... Вы меня слышите? Как же описать эту боль? Сколько бы лет не прошло, я не могу подобрать нужных слов. Беспощадная, уничтожающая, вечная. Любое мимолетное движение век становилось невыносимым, напоминая о страшной потере. Больно, больно, больно. Мамочка. Я уже в тот момент понимала, что это конец. Сколько бы средств не было у моего отца, от частичной слепоты уже невозможно было избавиться. Вот как ощущается настоящее отчаяние. Я был обречен на вечную темноту. Ну так, кто это? Животное? Просто ужасно. Как его можно подержать? Не хотела бы я пережить подобное. Блин, он просил не комментировать. Как его можно подержать? Мне так жаль этого маленького потерянного мальчика. Именно невыносимо захотелось положить ладонь поверх крепко сцепленных рук Адама. Сделать хотя бы самое незначительное действие, чтобы выразить глубокое сочувствие. Это будет странно и вообще с чего я решила, что моему начальнику нужна поддержка. Тем более моя. Внезапно Адам поймал ее опечаленный полный искренний тепловзгляд. Он заметно встревожился и немного смутился. Алиса? Да, мистер Синклер. Я же просил, на вашем лице считается зарядная доля сочувствия. Не надо. Извините. Вы бы хотели оказаться рядом с маленьким Адамом и подержать его? Ну, кто вас так ранил, мистер Синклер? Да, ты же так и не сказал. Медведь, волк. Кого здесь вообще разводят для охоты? Я не уверен. Слушайте, может там каких-то вообще гибридов разводят? Может мы не знаем, там монстров. Я не уверен, детям всякое может померещится. Только вот он был уже не ребенка. Померещится? Кто? Адам не хотел отвечать, а наверняка никогда бы не ответил. В янтарных глазах, вернее в глазе, мелькнул неподдельный страх. Зверь. В этот момент дверь в номер 513 широко распахнулась. Перед ними предстал мужчина чуть за сорок с продолговатым черепом, легкой щетиной и проседью в темных волосах. От уголков темно-карих глаз до носа пролегали неглубокие морщины. Он не был похож на Адама, но тот узнавался в отдельных жестких чертах лица. Девушка узнала полноправного владелица отеля Винсента Синклера. Добрый день. Ладно. Я пора молчу. Алиса и Голл обменялись удивленными взглядами. Живой миф отеля стоял здесь из плоти крови напротив них. Адам решительно поднялся с места, беспокойно дергивая на себе воротник. Отец, что ты здесь делаешь? Ну, тем не еще быть, да? Это же мой отель. Вижу, ты вовсю принимаешь гостей с утра. Винсент не выглядел пугающе, но что-то в его надменном выражении лица все равно немного отталкивало девушку. То ли дело было в его равнодушном взгляде, то ли в манере говорить медленно, точно пробуя на вкус каждую букву. Я надеюсь, он на вкус другой они ничего не пробуют. Ладно. Дай угадаю, мадам Ришар опять все тебе выложила, не так ли? Лиса бросила взгляд на закрытую дверь, за которой тянулась длинная, слегка искаженная в пропорциях тень. При упоминании менеджера она тут же исчезла. Как мадам Ришар узнала, прослушала звонок Дэби и у нее повсюду уши. Адам, не стоит говорить о нашем самом ценном сотруднике в таком тоне. Ты и так уже достаточно натворил за одно утро. Возможно, мадам успела нажаловаться на то, что ее отчитали. Винсент был спокойным и безмятежен, будто господствующий король, которому все беспрекословно должны подчиняться. Адам же напротив был явно на взводе, он случайно заслонил с собой девушку и Винсент не мог разглядеть ее за чужой спиной. У меня все под контролем, отец. Это Кул Майерс и он приехал, чтобы Кул в три шага оказался рядом с Винсентом и протянул ему руку, не давая Адаму договориться. Рад представиться, мистер Синклер. Со стороны было видно, какая Винсента сильная охватка. Он положил грубую ладонь поверх ладони Кулла, а с другой закрепил рукопожатие как бы знак одобрения. Следователь болезненно помощался, когда один из многочисленных перстней впился в кожу острыми гранями. Мне необходимо напомнить кое-какие детали о смерти мистера Ливерола. К сожалению, мои коллеги не все учли при первом посещении острова и теперь мне придется за них отрабатывать. Та же легенда, что он рассказал мне на пароме. Уверен, ваша семья пойдет мне навстречу. Читайте, я здесь по бюрократическим мелочам, не более. Любопытно. Мистер Ливерол, мой добрый друг. Большая трагедия для всей Дании потереть такого человека правосудия. Лиса, надежно спрятанная за двумя мужчинами, начала рассматривать Инсента. Обратить внимание на лицо, присмотреться к жестам. Давайте присмотримся к жестам. Лиса обратила внимание, как одной рукой мужчина похлопывает себя по солнечному сплетению. Проблемы сердца. Это какое-то рефлекторное движение. Винсон на некоторое время оставил руку упокоиться на груди. Все больше похоже на то, что он так себя успокаивает. То, что было ясно наверняка, владелец отеля действительно воспринимал потерю Ливерола близко к сердцу. Исчезли фарсы и мания величия, которые он олицетворял, лишь приступив порог комнаты. Знаете, я рад, что провел с ним последние дни вместе. И что этот отель стал его собственной рекой. Икс. Стикс одна из пяти рек, протекающих по земным царствия древнегреческого бога Аида. Она ко мне не нравится, что вы опять поднимаете шумиху вокруг этого. Постояльцы и так были напуганы. Я не допущу, чтобы их отдых был омрачен снова. Тем более в самый сезон охоты. Пройдя немного вперед, Винсон только сейчас заметил работницу отеля. Ой, 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 ой. Он удивленно скинул бровь точно как Адам, хотя был непонятно. Хотя было непонятно, кто кого перенял подобный жест. Перенял подобный жест. А что здесь делает администратор? Добрый день, мистер Синклер, я... Ну, если девушки хайотично заметались в попытке придумать оправдание, но за нее это сделал Коул. Администратора послали за мной, чтобы проводить на выход. Мы уже закончили беседу, да, мистер Синклер? Да, мистер Майерс, вы свободны? Неужели что-то в Ирана? Ну, понимаю, бумажки не ждут. Он обернулся к Адаму. А я, пожалуй, останусь. Адам, нам есть о чем поговорить? В одной этой фразе не было абсолютно ничего странного. Однако угроза таилась не в самих словах, а в интонации, с которой ее произнесли. До встречи, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Он открыл... Он открыл перед девушкой дверь. Задержавшийся, Лис обернулся через плечо, чтобы бросить последний взгляд на отца и сына. Последние, что она увидела перед тем, когда дверь закрылась, были чуть дрожащие от напряжения пальца дамы, что тянулись за сигаретами. Неужели ему так сложно остаться наедине с собственными родителями? Вы развиваете себе зоркость и внимание к деталям. Вниз, Хоу и Алиса спускались за гробовое молчание, погруженные в собственные мысли. Вот так вот. Почему мне кажется, что все вокруг говорят одну ложь? Даже эти отчеты полиции, там одна чепуха. И что за черт возьми зверь, о котором он говорил? Может детское воображение само дорисовало какого-нибудь страшного медведя? Что-то идет не так, я делаю все неправильно. Горл не видел рядом никого, он разговаривал сам с собой, бормотал, спорил и еще сильнее распалялся в стремительно растущем гневе. Когда Алиса наконец заговорила, он слегка вздругнул от неожиданности. Признаться честно, я не в восторге от того, что ты решил воспользоваться мной в качестве щейки. Извини. Я не закончила, несмотря на это, я думала, что все-таки Адам Синклер не зря написал этот донос. Мне кажется, ты сможешь узнать правду. У меня нет выбора сделать как-то иначе, Алиса. Следователь прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, как Алиса успела заметить ровно на трещата. Когда Кол вновь посмотрел девушке в глаза, его выражение лица отражало лишь мрачную решительность. Будь на связи. Я пока поспрашиваю людей из ресторана, больше подходить к тебе не буду, чтобы никто ничего не заподозрил. Встречаться будем на нейтральной территории. Все поняла? Да, поняла, как ты свяжешься с мистером Синклером? С Адамом Синклером. Я ставил визитку в книге со стола, которую он, судя по всему, сейчас активно читает. Точно не пропустит. Весьма находчиво. Ну что, вновь прощаемся. Кол потянулся к ней, но вовремя остановил себя. В холле было мало людей, но достаточно, чтобы поймать несколько колко-вопросительных взглядов. Вместо этого он тепло улыбнулся и коротко кинул ей. Алиса Катсон. Пол Майерс. Алиса смотрела, как мужчина, насвистывая, скрылся в дверях ресторана. Проводив взглядом следователя, Алиса вернулась к работе. Дебби, скажи, звонки на ресепшене прослушиваются? Нет, с чего ты вообще взяла? Откуда мадам Ришар могла узнать, что мы со следователем в номере у Адама Синклера? Я была на законном перерыве, но глаза мы ей не попадались. Представляешь, она привела с собой самого Винсента Синклера. Девушка продолжила размышлять слуху за работой, не замечая, как Дебби застала на месте. Ты не подумай ничего такого. Мистер Майерс только задавал вопросы нашему начальству. Даже если бы я хотела, все равно не смогла бы рассказать Дебби все из вещей. Никто не должен знать, что я теперь ищейка. Но каким образом она появилась так не вовремя? Алиса. Да? Это я ей сказала. Что? Так вот в чем дело, обвините, расспроси Дебби. Ну, слушайте, обвините как бы... Ну, мы когда видим какую-то проверку, сообщаем начальству. Типа, ну... Да. Такого действительно бывает. Несмотря на накатившую обиду, Лиса сдержала в себе этот тайфун гнивый и процедила сгуст зубы. И зачем, скажи, пожалуйста? Разве не договаривались? Дебби посмотрела на паренца прямо в глаза, отбрасывая стыд. Она была само собой, честной, открытой, просто Дебби. Перерыв... Перерыв прошел, а ты не возвращалась. Я написала один раз, второй, третий. Точно, я же оставила телефон на ресепшене. Ты все не отвечала, а потом позвонила, и опять тишина. Мне нельзя было оставить пост и самой проверить, как ты. Ты подумала, что со мной могло что-то случиться? И да, и нет. Я начала ругать себя, что отправила новенькую одну в компанию подозрительного мужчины с маней перед Логотьковем. Глупо, да? Но не он, и тем более Адам не внушает мне доверие. Я знаю, что не сдержала обещаний. Возможно, из-за этого у тебя будут проблемы. Я бы не подумала, что Ришард наябедничает Винсонту Синглеру. Только хотела предупредить. Следующая фраза далась Дебби с огромным трудом. Прости меня, пожалуйста. Могла бы я когда-нибудь так много думать о других? Знаешь что, Дебби, спасибо тебе. За что? За то, что тебе не все равно никогда. Дебби рада, что вы дали ей объяснится. Сантиметры были явно не... Сантименты были явно не про Дебби, так что девушки лишь обменились с теплыми взглядами и продолжили работать. Тихо и слаженно. Оставшийся рабочий день прошел на удивление спокойно. Лишь один неприятный инцидент заставил девушку немного понервничать. В какой-то момент программа, в которой администраторы заполняли таблицы с заселёнными комнатами, засбоила, из-за чего пришлось заново пивать некоторые номера. Номер Адама был... Ну слушайте, 513. Да, не забудьте остальные заполнить. А номер Найла... Ну слушайте, он жил напротив нас. Живет. 405. Он... Дебби мельком взглянула на таблицу и кивнула. Все правильно. Сохрани, не забудьте, а то вдруг опять все следит. Хорошо. Поехали. Неса порадовалась тому, что её не подвела память. Хорошо, что не все данные исчезли, иначе проводилась бы тут всю смену. Девушка не заметила, как пришёл час её первой ночной смены. Главное, старайся не отходить никуда. Тебя подменят только утром. И смотри, не засни. Не буду, обещаю. Первая половина ночи тянусь чудовищно долго. Я бы какую-нибудь книгу взяла читать. Раз я осталась одна, то могу проверить. Она зашла в базу данных отелей, на экране высветились имена постояльцев, которые гостили годами ранее. Наловка вбила имя и фамилию отца Берг Катсон. Ничего, пустота. Но если посмотреть в списках сотрудников, нужно же быть хоть какая-то маленькая зацепка. Но среди работников отеля это имя не встречалось ни разу. По крайней мере, пуск ничего не выдавал. Ну, слушайте, если там что-то произошло, то это подмяли и документы куда-то спрятали. Сейф или что-то такое. Поэтому, ну, явно это не находится на поверхности. Чего я ожидала? Конечно, это было лишь совпадение. Не мог он быть здесь. Просто не мог. А вдруг он был все-таки на охоте действительно. Внутри разлилась горечь разочарования. Пропытывая, пропитывая с собой каждую клеточку тела. Или был, когда был, не знаю, может мелким. Неужели я думала, что оказавшиеся здесь снова будут ближе к нему? Тайна, связывающая ее и отца, заключалась в одном этом слове. Гевир, никто больше не знал о том, что Алиса услышала в доме. Я ни с кем не хотела делиться. Это был только мой секрет. Мой и папин. Принцесса сосредоточила все внимание на том, как в доме у больного оказался заряженный пистолет. Семья Катцен никогда не держала в доме оружие. В итоге, поиски никуда не привел. И все решили, что Берг Катцен выкупил пистолет нелегально. Без предоставления необходимых документов и справа к психическому здоровью. Слушайте, мне кажется, он реально был на охоте. И пистолет тут действительно может с охоты. Ну и что-то ему там привиделось. Что-то ужасное произошло. Или мужчина его попросту украла, что вызывало еще больше вопросов. По ощущениям, будто мы его никогда и не знали. От усталости, очевидного недосыпа, глаза девушки сами по себе слипались. Ой, это очень плохо. Очень плохо. Алиса старалась занять себе всем, чем только может, и чтением стихов. Наизусть незамысловатой игрой в мобильную аркаду. В позднем скромном ужином в виде питьевого йогурта. Отель погрузился в глубокий сон. Алиса уже клевала носом, опираясь локтями на столешницу, когда на весь холл раздался пронизительный звонок. Желтая лампочка. Что понадобилось в охотничьем домике в такой час? Поднять трубку. Отель Синклер, администратор Алиса. Чем я могу вам помочь? Ответ, который девушка изобрела для гостей, вырвался сам по себе. Из трубки до нее донеслось тяжелое сбивчивое дыхание. Оно начиналось с тихого вдоха, который тут же прервался хриплым тягостным стоном. Человек на другом конце провода, очевидно, испытал мучительную боль и не мог вымолвить и слова. Вы меня слышите? Вам плохо? Едва разборчивый шепот доводил до мурашек. Звонок прервался от напряжения в бок девушки покрылся испариной. Она перезвонила, но никто не ответил. Только не это. Что мне делать? Алиса заметалась по ресепшену, на глаза ей попалась маленькая птичка, стоявшая в углу. Каждая минута была на счету. Она подняла чемоданчик и, что есть мощь, побежала к выходу. Страшно, очень страшно. Алиса была уверена в том, что наткнется на служащих отеля, но на улице никого не оказалось. Швейцары не дежурили в это время и ей некому было сообщить о звонке. Вот дура, надо было позвонить мадам Ришар. О, точно. Ей дело до всего. Надо было ей позвонить, разбудить, спросить, уточнить. Мы новенькие, так что можно так делать. И телефон сперегу-пугу оставила. Ну, вообще просто сказка, слушайте. Комбо. Времени на то, чтобы вернуться не было. Алиса думала о том, что ей откроются перед глазами и разум рисал самые ужасные картины. Позвоню уже оттуда. Тот самый, кстати, дом, что был у видений Адама. Она бежала практически наугад, так как не успела осмотреть окрестности. Судя по инструктажу, Дэби, ходящий домик находился прямо позади здания отеля. Алиса сразу узнала его по знаку с перекрестными оружиями. Вот он. Лиса не знала, правильно ли она поступает, но у девочки не было времени подумать об этом. Не сбивая темп, она вбежала в открытую дверь деревянного дома. Так, в зале на первом этаже никого не было. Угу. Ты олень. Лиса еще не остывшая, после ночного забега тяжело и шумно дышало. Мистер? Как там его звали? Карсон? Каспар? Мистер Охотник? В тишине пустой комнаты, где мертвые головы замерли по углам. Внезапно загорелся огонь. В смысле, как? Так, сам. Камен дремавший до этого безмолвнию вдруг ожил сам по себе. Лиса завораженная сделала несколько шагов по направлению к нему. Как мотылька ее влекла к себе мягкое припитание искр, которое медленно перерастало в завораживающий танец языков пламени. Лиса нутром чувствовала, что ее тянет в эти врата. Да, бросила прям костер. Врата в ад. Зловещий треск камина усилился и девушка вовремя отпрянула пока пламя не опалила ее лицо и волосы. Что я творю? Никого здесь нет. Горно подкатила тошнотворная паника, но девушка подавила ее. Кроме угрожающего отрезка камина не было не слышно вообще ничего. А второго этажа там нет? Лиса ловила какое-то едва ощутимое движение в воздухе и наконец подняла глаза. Там что-то будет, да? Что-то будет, да? О! Ален, улей и сейчас. Здесь чучело со стен пропали. Нет. И смотрите, вот это вот красный дымок. Тоже было и в лифте, кстати. Тоже было и в лифте, кстати. Нет, 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 нет. Толиса сделала шаг назад, затем еще один и еще. Она отказалась что-ли предполагать. В голове изъела пустота, которую защищала ее от того, чтобы здесь и сейчас не провалиться в настоящую истерику. Надо добраться до двери на улице. Не оглядывайся, не моргай, не смотри по сторонам. Не смотри. У девушки не было очевидных проблем со слухом и она прекрасно слышала шорохи позади себя. Она не хотела верить в существование. Лиса ощутила, как завибрировавший воздух коснулся ее ноги, когда кто-то или что-то слишком приблизилось. Отличая от перепуганного разума, тело чувствовало чужое присутствие. От шершавого прикосновения к лодыжке. Волоски на тыльной стороне тонкой шеи. Понялись дымом. А-а-а. Лиса споткнулась об что-то крупное. Рухнула на пол, начала отодвигаться назад. Помогайся руками. Они летают, что ли? Я что не могу понять. И с этих сторон подпускали ожившие чучело. Да, неприятно, как минимум. Это были целые животные и головы, которые подтягивали за собой тяжелые шеи. Лицо ударило боль, разложение и гнилое плоти. На нее пристально смотрели. Постекленевшие глаза, налитой кровью и ненавистью. Жаждущие мести за собственную смерть. Истерзанные шкуры, отрезанные головы. Выпотрошенные души с поражающей скоростью вылочились по полу. Тела и то, что от них оставили, подползали к девушке. Половицы под ними предательски скрипели. Слушайте, здесь что-то странно. В некоторых головах уже копошились маленькие трупные червяки, которые оставили в мертелой ткани свои личинки. Кого? Голос, которым говорил с ней свиночеловек, теперь принадлежал чучело волка. Но не продолжила голова оленя с вырезанными из десен зубами. Как легко тебе морочит голову. Кто? Кто морочит голову? Это был один и тот же голос снова. Лиса не заметил, как жар пламени сзади усилился. Зачем загоняли ее прямиком в горящий камин. Наконец они хором взвыли, окружая девушку. Слушайте, мне кажется, что они от нее что-то хотят. Вот. Пустая. Убей. Убей их. Убей всех. Убей всех. Убей всех. В отеле всех или что? Ой, как будто волчара. Ой, ой-ой-ой. Так. Искры огня разгоревшиеся сильнее уже летали до спины и двоя поля ткань одежды. И не хочу умирать. Что там? Там что-то про полено было. Первое, что пришло девушке в голову, это сводить одно из торчащих поленев в топке камина, чтобы защититься. Не раздумывая больше ни на секунду, она вытащила горящий обрубок дерева и начала размахивать им перед кровожадными мордами трубов. Ладони слегка обожгла нагревшийся кран, но огонь давал слабую надежду на спасение. Девушке было все равно на боль, что не могла сравнить с паникой, которую она сейчас испытывала. Не трогайте меня. Мертвые звери, которые уже практически вплотную подползли к своей жертве, отпрянули. Подгоняемая страхом Алиса рванула через брешь в образовавшейся блокаде. Зачарованные стоны наносились ей вслед. Такие, у-у-у. А мы хотели кшон от потока воздуха образовавшегося. Что? Нечем больше защищаться. И вслуха донеслись торопливые шаркующие звуки. Чучело догонялись, сбежавшую из подноса добычу. Девушка всем телом навалилась на дверь и кубарем вылетела на улицу. И всё, в ту же секунду она покатилась по ступенькам лестницы. В начале падения было неспешным и плавным. Алиса медленно скользила вниз, стараясь за что-нибудь ухватиться. Однако полёс становился всё более стремительным и неуправляемым. Девушка теряла контроль над собственным телом. Беспомощно махала руками и пыталась сопротивляться гравитации, но это было бесполезно. Каждая ступенька приносила боль. Удары приходили то в голову, то в предплечье, то в спину. Тут, блин, ступенек. Я не знаю, сколько тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, семь. Восемь ступенек. Я не знаю, откуда её там. А, либо она идёт вверх, вправо, вверх. Там, может, такая. Пока я сам достигла нижней части лестницы. Разменного падения, мельским шлепком тела, холодную землю. Трава и мягкая, от влажного воздуха. Капочного несколько смягчили удар. В арту чувствовался металлический прикус. Помогите. Её полушёпот пропал в шелесте сильного ветра. Несмотря на это, Лиса была услышана, поскольку... Услышана, потому что практически сразу почувствовала присутствие чужака. Лёжа закрытым глазами, она физически ощущала, как кто-то в упорах рассматривает её. Если бы не внутреннее предчувствие, девушка никогда бы не догадалась о том, что она нет нам, так как не слышала звука шагов. Не стоило огромных усилий приоткрыть рожащие веки. Капля крови точно абстрактная живопись, беспорядочно покрывали его хумурое бледное лицо. Мэмэр Дучо? Ты кто? Перевод Зацкого. Алиса не поняла ни слова. Она продолжала рассмотреть человека сквозь мутную дымку. Он был не только на лице, но и на шее и одежде. Из-за неё к массивному лбу частично прилипли пряди волос. При лунном свете капли стали практически чёрными и выглядели, как осколки обсидиана. Без сомнения, это был охотник. Алиса просто знала это. Ты меня слышишь? Девушка не смогла ответить. Глупы попросту не слушались её. Вот дьявол. Охотник медленно наклонялся игре с помощью на расплоставшему телу и в ночной тьме весного продолжения его руки. Такой же окровавленный, как все остальное топор. Что мне теперь с тобой делать? Глаза сами по себе начали закрываться. Он наверное и убьёт. Не убьёт. Я рада. Перед тем, как окончание обходится без памятства, Алиса почувствовала огрубевшую ладонь на соперном горле. Там, где яростно пульсировала сонная артерия. Она больше не смогла найти все силы. Снова открыли глаза. Что свёртый ритм. Ты снова здесь. Новые знакомства. Новые лица. Новые страхи. Так притягательно. Кто из них говорит правду? А кто желает всем только зла? На, это спойлер. Кто-то крыса. Хе-хе-хе. За тобой забавно наблюдать. Спасибо. Опять надеешься получить подсказку. Ну да, да. А немного ли ты просишь? Ладно. Так и будет. Наколдую тебе. Пожалуйста, хорошее. Хе-хе-хе-хе. Только слушай меня и сосредоточься. Договорились. Отчаянно и яростно пёс он устрашивает. Поверь, еще как следует гостей он удивит. И приготовься, что во мраке снова затаится. Очередной секрет. Что обратиться? Оживиться. Надеюсь, ты в восторге от моих поздравлений. Да, очень. Нифига непонятно. Они же такие легкие. Все лежит. Да, да, да. Перед самым носом. Пришла пора прощаться ненадолго. Ты ее так знаешь. Блин, у меня статы как-то почти балансом идут. Ну, надо, конечно, что-то выбрать. Ну, слушайте. Так, конечно, необычно. Запутанно это точно. Ну, может быть, как только клубок начнет постепенно разматываться, станет намного интереснее. Что же, спасибо в любом случае, кто досмотрел до этого момента. Я прошу поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Это очень помогает развитию моему канала. Что же, до новых встреч. До новых серий. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова